МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне приходится очень часто повторять, казалось бы, прописные знания, только для того, чтобы сконцентрировать внимание людей на основополагающих моментах истины. Поэтому приходилось и приходится эти повторы делать часто, но только тогда, когда эти знания подтверждали или раскрывали основы поведения человека и его гармонию с природой или основы мироздания. И несмотря на это, люди продолжают задавать вопросы, которые, казалось бы, известны и объяснены мной очень подробно. И все потому, что людей прежде всего интересуют их проблемы или вопросы текущей действительности. Все это говорит о том, что, несмотря на обилие эзотерической литературы, надиктованной иерархами света, и несмотря на то, что я, Создатель, диктую знания вот уже в течение почти трех лет, у людей не хватает времени и терпения прочитать слова наши, в которых мы раскрываем вам всю тайну миров, вечности и человека. Если вернуться к библейским истокам Ветхого Завета, так известные заповеди, которыми я снабдил Моисея, плохо помнятся. Но если и помнятся людьми, то практически не применяются в жизни. Это уж точно. Всего-то десять заповедей поведения человека в обществе, которые необходимо помнить и которые могли бы сделать мир ваш другим. Тогда не пришлось бы мне или иерархам света, высшим божественным силам высоких вибраций, обращаться к вам в который раз с проповедями и объяснением смысла жизни на земле и роли человека в вечности и объяснять, что такое есть вечность. Конечно, такие вопросы требуют значительного багажа знаний уже у самого человека. И, безусловно, никак нельзя сравнивать менталитет человека современного с менталитетом человека ветхозаветных времен. Обращения мои к людям ранее и сейчас совсем разные. Представьте себе на мгновение реакцию людей прошлого, которым я бы открыл структуру миров, объяснил божественный мир высоких вибраций и божественный мир низких вибраций. Что можно сказать о реакции на мои знания людей ветхих и средних времен, если даже сейчас современными, продвинутыми людьми мои откровения воспринимаются трудно, и не все из вас готовы пойти дальше в своем развитии? В данном случае, говоря о современном человеке, я говорю об уровне знаний, приобретенных самим человеком, или об уровне менталитета, которого человек достиг собственным опытом проб и ошибок. При этом достижение уровня знаний и, нужно сказать, достижение впечатляющего уровня сопровождалось формированием собственного видения, собственной философии жизни, без учета или без принятия моих божественных знаний. Люди только сейчас, потеряв тысячи лет из-за своего упрямства, подошли к необходимости описания необъяснимых явлений с позиции божественного происхождения мира, с позиции вечности и законов строения миров. Тысячи лет были потрачены на попытку найти, объяснить собственный смысл жизни и на попытку подчинения природы в угоду амбициям и растущим аппетитам человека по обеспечению комфортных условий своего существования. Упрямство стоит дорого. Упрямство стоит тысячи лет бесцельной жизни и бесполезного труда не ради совершенствования духа, а ради материи, материальных благ животного существования. Это упрямство было философски обоснованным тезисом «Материя первична, дух вторичен». Что не только неверно в основе, но самое главное — опасно, поскольку уводит человека от божественности происхождения в дебри материального существования на уровне животного мира. Так действительно и продолжались тысячи лет мытарства людей и постижения на собственном опыте знаний, объясняющих по-своему устройство мира и смысл жизни человека в нем. «Человек игнорировал знания мои, которые были даны еще первым людям. Я имею в виду Адама и Еву с их семейством и пошел по пути, подсказанным ему лукавым, собственного познания мира, выстраивая свои особые отношения с окружающей его природой. Когда упрямство человека и нежелание его увидеть мир моими глазами достигло критической точки и когда решение этой проблемы можно было еще решить самым простым способом, я использовал возможность очищения рода человеческого через всемирный потоп, сохранив семейство Ноя для продолжения жизни на Земле. Сейчас уже невозможно построить Ноев ковчег необходимого размера, да и времена совсем другие, и человек стал совсем другим человеком. С этим разумным, продвинутым человеком необходимо вести просветительскую работу через посланников моих, осторожно объясняя строение миров, особенности структуры божественных сил и роль человека в вечности, как моего помощника в ней. Но, опять но, объясняя, а лучше сказать, раскрывая тайну миров, я вынужден оглядываться на менталитет и природное упрямство человека, который, достигнув высот знаний науки, все равно в глубине души своей так и остался древним человеком, не научившимся выполнять, именно выполнять, на понятийном уровне, на уровне рефлекса, эти десять заповедей. Вот и получается, что, обсуждая высокое, говоря о структуре миров вечности, о знаниях, приближающих человека к Богу, одновременно, человек, тем не менее, не выполняет азбучных основ поведения своего в обществе и на земле в целом. Отсюда и количество людей, откликающихся на мои слова, фактически на мой, создателя, диалог с человеком, очень и очень мало. Я не могу сказать о том, что вы инертны. Нет. Но неверие человека в мой мир, в мою структуру миров и в мое присутствие было и есть. Такой человек с современным менталитетом, с современными глубокими знаниями, достигший уровня почти богоподобной сущности высоких вибраций, остался прилипшим к грубой материи и не сумевшим оторваться от материалистического представления бытия. По большому счету, человек очень сильно прикрепил себя не только к материи, но к животному миру, повторяя его законы борьбы за выживание, что никак не может быть перенесено вместе с человеком на другие миры, на вечность. Человек, современный человек с его уникальными способностями, оказался в положении мыслящей, высокоразвитой сущности, но животного, материального происхождения. Так долго продолжаться не может. Поэтому квантовый переход есть переход человечества на другую, более высокую октаву вибраций, что позволит людям, наконец, оторваться от первобытной материи и шагнуть в духовный мир, мир познания истины и Бога. Повторяю еще раз, познание истины и познание Бога сделает человека свободным от оков материального мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова